Особое мнение на 101FM Семен Слепаков 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 Семен Семен Слепаков 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 налогоплательщика, перерабатывающая заводы, который уже весь мир там 30 лет в них живет, да, у нас до сих пор свалки по всей стране, значит, и понятно, что это государство, оно вкладывает деньги налогоплательщика, оно это все перерабатывает, оно берет совершенно небольшую плату, потому что все построено не за счет инвестора, а за счет государства, это за счет нас с вами там, да, и, в общем-то, все как бы работает, и все спокойны, значит, но это не тот путь для нашей страны, это очень легкий путь, да, для нас все нужно посложнее, и главная задача, что для нас, в первую очередь, к сожалению, у бизнеса стоит вопрос, как бы обобрать это население и деньги получить раньше, чем они их вложат, ну вот, это вот история сегодня, то, что мы сегодня получили по ТБО оплату уже, которую, да, в принципе, услугу, которую нам практически не оказали, это напоминает мне капремонт, вот мы сегодня там видим, что капремонт это большая авантюра, и все цифры, которые сегодня озвучены ровно через 4-5 лет после введения этого капремонта, мы видим, что с населения деньги собирает, эти деньги не осваиваются, они лежат на счетах в Сбербанке, по последним данным, которые там были на, по-моему, наябрь месяц, который я видел, собрали за эти годы там, за 3,5 года где-то около 3,5 миллиардов рублей, из них два с лишним лежат на счетах в Сбербанке, тогда вопрос, а вы зачем с населением эти деньги собираете, если они у вас лежат на счетах, да, пускай это наше население, которое и так сегодня, за последние 4 года, мы видим, доходы населения упали на 10%, да, что все выросло там в разы, что у населения нет денег, что в данном случае ситуация будет только усугубляться, к сожалению, в 2019 году, их еще в 2019 году раздевают еще на одну услугу, которая, в общем-то, не соответствует вообще этой всей оплате, то мне казалось, что для того, чтобы как бы собирать население, должны этому населению показать, что построили, что это даст, как это будет перерабатываться и тогда ввести какую-то правильную форму оплаты, а сегодня это просто грабеж средь белого дня, это еще один налог, который, в общем-то, создает ту ситуацию, когда население хоть с вилами выходи на улицы, потому что уже реально платить коммуналку, которая растет 2 раза в год, платить там капремонт, который там отставание даже по строительству, я вижу сегодня, 30-40%, они всего выполняют от плана, 60 не выполняют, то получается, если мы возьмем цифры, у нас программа капремонта была рассчитана на 30 лет, вот сегодня можно смело сказать, что 30 уже перерастает в 60, и все эти 60 лет с этого бедного нашего населения будут собирать деньги, то где 60, там и 90, то мы говорим, что это программа, не выполняющая практически вообще. То есть ты прогнозируешь, что по мусорной реформе будет то же самое, деньги будут собираться бесконечно, мусор будет сваливаться на полигонах, а переработки и сортировки не появятся. Но никто про нее не говорил. А кто сказал, что мы построим за эти деньги перерабатывающие современные заводы? Ну говорят об этом. Просто ждут следующих федеральных документов и программ. Что-то вроде после 2024 года. Ну после 2024 года там хоть земля перевернется. До 2024 года тут и всех нам, кто говорит сладкие слова и кто нам обещает светлую жизнь, их в 2024 году никого практически не будет уже. Все поменяется. Есть прекрасная страна Швеция, которая сегодня не собирает своего населения деньги за переработку, а потому что эти перерабатывающие заводы выдают энергетику, выдают тепло и свет. И они его продают. То они сегодня уже со всей Европы начинают свозить и даже платят сами деньги. Почему правительство Кировской области в лице Аллы Викторовны Албеговой и господина Редкина, министра ЖКХ, который отвечает за мусорную реформу, почему они говорят, что сейчас они не видят инструментов для того, чтобы частный инвестор мог строить переработку и сортировку? И, собственно говоря, и таких инвесторов не видят с их бизнес-проектами. Действительно, в Кировскую область никто не придет? Если закрыть глаза и одеть черные очки, ты вообще ничего не увидишь. Но это вопрос такой относительно. Я не знаю, что они видят, что они не видят. Я уверен, что зная эффективность и рентабельность этого бизнеса, я думаю, что на самом деле есть и в стране, и в Кировской области бизнес, который бы готов был зайти в эту программу и инвестировать туда деньги. Потому что на самом деле это такая очень длительная программа, она очень перспективная, потому что у нас, к сожалению, сегодня практически нигде мусор не перерабатывается. И главное, она никуда не денется. Она никуда не денется, она вечная. Это как тепло, это как свет, это то, что всегда будет востребовано и всегда будет использоваться. То я думаю, что тут немножко лукавит в плане того, что, наверное, кого хотят, они видят, а кого не хотят, они не видят. И понятно, что у нас это везде программа такая работает. Потому что ведь ты вначале сам сказала, что вот есть заявление о том, что Подмосковье, весь рынок Москвы и Подмосковья выиграл Чайка и Ротенберге. Ну, это же не с бухты барахты. Почему не Иванов с Петровым? Ну, потому что нет Иванова и Петрового. Они на самом деле в жизни есть, но для власти их нет. Потому что сегодня бизнес только в стране и нашей области развивается тот, который облюблен властью, или это родственники, это близкие, или как-то. К сожалению, это наша очень большая проблема. Потому что я считаю, что все такие вещи, которые связаны с услугами, с благоустройством, мог бы делать качественно и хорошо частник. Я хочу просто вернуться к господину Шихову Куприту Исаху, который очень давно на этом рынке. И все говорят, что рынок этот очень высокодоходный, мусорный. Это все знают. А неужели у этих структур нет денег для того, чтобы прямо сейчас приступить к строительству, сортировке и переработке? Почему нужно ждать федеральные программы? А зачем им вкладывать свои деньги, когда есть деньги населения? Гораздо проще пройти городскую и областную думу и правительство и принять тот закон, который сегодня позволяет собирать еще ничего не построив с этого бедного несчастного населения. А населению это нравится, потому что население молчит. Никто же не вышел и не сказал, что ребята, вы что делаете, с ума что ли, сошли все? Вы что творите? Ну, все молчат, к сожалению. То есть могли бы, могли бы прямо сейчас приступить. А регионов не боятся, из-за этого здесь все отжимают. Если мы сегодня посмотрим федеральный закон, который это принимал, там есть ограничения для трех субъектов Российской Федерации. Это город Москва и Санкт-Петербург и Севастополь. Которая отложена, это мусорная реформа, на 3-4 года. А я вам скажу, почему она отложена. Вы думаете, что там ситуация, что ли, лучше? Нет, там денег больше и возможностей там больше. Просто там есть активная часть населения, в крупных городах, это Санкт-Петербург и Москва, которые завтра... Выдут на улице. Они выйдут на улице завтра. А они знают, что в регионах никто никуда не выйдет. То тут здесь можно отжимать по полной и тебе за это ничего не будет. То в данном случае, смотрите, закон федеральный принимается, но он не распространяется на три субъекта Российской Федерации. Это самые богатые два города, Санкт-Петербург и город Москва. И Севастополь туда же попал. Потому что они активные. Там люди другие живут, видимо. Не россияне, что ли, или наоборот, россияне. То здесь вот это вся та же самая история, как с капремонтом. Я всегда говорил, что если бы в Кировской области при принятии закона, который я стоял против до последнего, значит, вышло бы хотя бы 20-30 тысяч людей, как выходит на 9 мая, да? То я думаю, что ситуация бы по капремонту в Кировской области была бы другой. Дмитрий Русских, это его особое мнение, мы слушаем. Возвращаемся к людям, которые имеют средства, которые имеют деньги. Но они хотят не свои средства тратить. Когда есть население, их средства, зачем тратить свои средства? Понятно. Вот насчет общественного как раз контроля, в том числе и контроля журналистского. Недавно совсем в интернет-журнале 7 на 7 вышел большой материал под названием «Таблетки, кровь и котлеты». Это хорошее название. Да. Это все в куче, и таблетки, и кровь, и котлеты. Я бы еще конфеты туда прибавил. Да? У нас Порошенко свою есть. Да, Порошенко у нас везде есть такие, как Порошенко. Так, ну, про конфеты это какая-то новость. Мне кажется, что таблетки, кровь и котлеты. Не, ну, если он котлеты поставляет, и таблетки, почему бы не поставлять конфеты? А, понятно. Детям в детские учреждения. Ну, да. Значит, в «Семерке» запустили проект региональной короли госзакупок и начали, надо сказать, с Кировской области. Честно говоря, я вот впервые услышала из этого материала имя Михаила Зыкина, который является одной персоной, представленной в материале. Но в определенных кругах оно известно. Все знают, что это хозяин лази. В определенных, да. Ну, вот мы делали эфир, приглашали журналистов 7 на 7 для того, чтобы они объяснили, как они делали это расследование. Расследование писали 4 месяца. Это все открытые данные, надо сказать. Ну, понятно, что это все ссылки и так далее. Совершенно верно. И журналисты рассказывали в нашем эфире, что персоны, которые в этом расследовании фигурируют на контакт, не шли. И мало того, для того, чтобы пояснить, так это или не так, дать какие-то комментарии. И мало того, и Уфа, собственно говоря, тоже на контакт не пошел, не ответил на запрос. Хотя обычно это делают очень быстро. Суть материала следующим. За очень короткий промежуток времени, там 10 лет буквально, люди, конкретный человек обогателся просто немыслимо на госзакупках. Просто, видимо, талант для бизнесмена. Вот, и хороший вопрос, на самом деле. На самом деле, чего плохого-то? Человек просто разработал бизнес-стратегию. Нарушений, раз человека не привлекли, не накрыли, никуда не затащили, не посадили, нет. Ну и пусть прекрасно началось с нуля, но хорошо, что он зарабатывает так много денег. Прекрасно. Что-нибудь тебя в этом материале все-таки напрягло? В этом материале написано реалии вообще российской экономики, российской жизни. Значит, я свое личное мнение скажу. Вот эта структура, на мой взгляд, она тоже связана с определенными людьми, которые, как я их называю, бояре или олигархи. То, конечно, в данном случае ничего плохого нет, что, в общем-то, какой-то бизнес развивается, и дай бог. Но мы все прекрасно понимаем, что без административного ресурса и без каких-то определенных связей и лоббизма определенных людей, ну, к сожалению, у нас ничего не происходит. То в данном случае здесь из-за чего они, видимо, и взяли за основу этот материал и понравились. Я думаю, что они знают, кто стоит в том числе за этой компанией. А там фамилия, там крепостного фамилия, фигурируют. Да, ну, да, я думаю, что все прекрасно об этом знают. И должности приводят сюда. И как раз эта компания, если не поймете, не изменяется, как раз появилась, когда Валерий Васильевич начал работать в команде Николая Ивановича, первым замом. Шаклеев. Конечно, конечно. То в данном случае у нас все началось с Николая Ивановича. У нас олигархи и бояре появились при Николе Ивановиче. Уникальная вещь. Вроде человек всю жизнь проработал в прокуратуре, но запустил такой механизм в Кировской области, который за 10-15 лет фактически полностью разрушил все, что было хорошее. И внедрилось все самое плохое. Это коррупция громаднейшая, это лоббизм, это, в общем-то, совершенные, как бы, свои городские думы, областное заксобрание, которые, в общем-то, в первую очередь, всегда голосовали и отстаивали интересы этих олигархов. Они не голосовали за избирателей. Они на выборах им рассказывали прекрасные истории, как они любят свой народ. Но, на самом деле, если вы мне скажете, что было хорошее сделано за последние 10-12 лет в Кировской области для народа, я, кроме как салюта дню 9 мая и дню города, я больше не знаю ничего. По крайней мере, то, что его обирает по полной программе, у нас одни из самых высоких тарифов на очень многие вещи. И на этот же Капримон, который у нас там заложен 10% ежегодично. И вот сейчас это ввели тоже для городов, кстати, для Кирова-Чапевской, для Кирова 6 рублей с квадратного метра. Можно подумать, что у нас 5, что у нас мусорь, это, видимо, квадратные метры, а не человек. То в данном случае, ну, вот не вижу я ни одного такого направления, которое я бы точно сказал, слушайте, ну, хорошо отработала там депутаты, власть. И, на самом деле, жители Кировской области стали жить лучше, качественнее, что их стали больше любить, уважать. Ну, вот, пока мы не находим уважения со стороны власти, это мое личное мнение. Это особое мнение Дмитрия Русских. Мы прорвемся на полторы минуты, у нас реклама и продолжим. Особое мнение на 101FM. Это программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. Своё особое мнение высказывает Дмитрий Русских. Ну, что касается расследований, я бы так сказала. Мы все привыкли, что расследования касаются обычно вот как раз тех самых Бастрыкиных, Чаек, Ротенбергов и прочего. Да, федеральный уровень такой. Да, запустил этот процесс господин Навальный в своё время. И «Новая газета» очень мне нравится. И «Новая газета» безусловно. Они очень реально делают очень крутые расследования, вообще очень. И я думаю, что они там не 4 месяца работают над каждым расследованием, а может, мне кажется, и полгода, и по годам. Да, там разные, конечно, есть. Это что касается экономических расследований, потому что есть ещё, безусловно, медиазона, которая как раз... Да, медиазона. Нет, у нас сейчас есть, к счастью, очень приличное как бы издание, которое это делает. Да, но кажется, что это всё не про нас. А тут уже региональные журналисты делают вполне профессиональные расследования. Да, качественно. Достают цифры, факты, комментарии, сводят это всё в простые, понятные материалы. И буквально каждый человек может одним кликом просто обнаружить всю информацию, не пытаясь... Не собирая её даже. Да, и видеть всю эту информацию. Судя по тому, что фигуранты этого расследования не давали никакие комментарии, они напряглись. Как ты думаешь, вот эти региональные расследования, они какую-то... Они какую-то оставят шлейф, инициируют какие-то проверки со стороны, возможно, УФАСа того же или прокуратуры. Заставят ли они как-то по-другому, может быть, думать как раз о олигархах. Вот ты сказал, что люди не вкладываются, люди, да, вот деньги собирают, а в город не вкладываются. Они райгеры, по-русски говоря. Смотри, Светл, мне кажется, что тут две есть вещи очень понятные. Первое. Это, на самом деле, очень модная тема сейчас стала, да, и это видно на федеральном уровне. И понятно, что у нас сейчас современные есть специалисты, работают в СМИ, ребята пришли молодые, и, конечно, они смотрят, как работают федералы и учатся этому. Да, это хорошая тема. Вторая тема, это очень важная, что, на самом деле, вся эта коррупция и воровство просто всех уже достали. Да, мы с вами видим, что на каждом шагу, и не скрывает уже никто, даже наш прекрасный, в кавычках, премьер-министр Дмитрий Медведев, который говорит, что там из какого-то там госзаказа из двух триллионов процентов 30-40 куда-то пропадает. Да, если уже признают такие цифры, то мы говорим, что коррупция захлестнула все, и это не только на федеральном уровне. Понятно, что этой моде поддались и региональщики уже давно, и города мелкие, значит. И понятно, что она как бы становится очень интересной и актуальной. При этом мы с вами точно понимаем, что сегодня интернет творит большие чудеса. И если этот специалист, который занимается вот такими расследованиями, 4 месяца собрала всю информацию, которая в открытом доступе, в общем-то, есть, и все это спаковало и выдало очень хороший, на мой взгляд, материал, да, это говорит о том, что, в общем-то, мы находим понимание, и мы говорим, что она делает работу эту для нас, для всех, кому там еще непонятно, почему мы так плохо живем там, да. Потому что ни одна страна мира при такой коррупции не может развиваться ни экономически, ни социально. Это невозможные вещи, значит. И при этом, как бы, эта тема, конечно, мы будем ее читать, мы будем возмущаться, мы будем это знать гораздо больше, это будет знать ни ты, ни я, это будет большой, как бы, спектр людей, потому что мне только в Айстапе, человек, наверное, 50-100 раскидали этот материал, который мы сейчас с тобой говорим про эти таблетки, да, значит, его прочитали, значит, его перекинули, с ним поделились. Да, это будет еще один камень такой в грудке, как бы, камней, когда мы говорим, что, да, ребята, мы живем совершенно не так, и шансов у нас при такой жизни жить хорошо нет практически вообще. Значит, вторая история, как это отложится? Отложится это где-то глубоко у нас у каждого в голове и в сердце до определенного момента, но реакции никакой власти там ФАСа и кого-то, конечно, никакой не будет. Потому что мы сегодня видим, что на все расследования, которые делали и «Новая газета», и «Навальный», и все прочие там, кто этим занимался, да, реакция нулевая. Да, потому что сегодня, мне кажется, что это такой образ жизни вообще российской власти, и, в общем-то, с ним все согласны, я имею в виду, что во власти. То понятно, что никаких тут возбуждений дел, разбирательств на территории Кировской области после этих материалов не будет, если даже еще появится их пять или шесть. Значит, здесь, к сожалению, такая тенденция, она будет сохраняться до какого-то определенного периода. То это чисто для нас. Это делают смешники, хорошую работу, облегчая нам, потому что мы с тобой вряд ли бы стали все это проверять и так долго искать. Четыре месяца мы не можем себе это позволить. А материал, который нам подали, мы, в принципе, его прочитали и до конца все поняли, что, в общем-то, это, на самом деле, такая интересная история, которая, в общем-то, как бы в голове все равно отложилась. Но и с другой стороны, когда тоже там у меня папа спросил, ну и зачем Семен Слепаков написал эту песню, что это изменит, ну и зачем это расследование. Но такие материалы, которые были посвящены питерским и московским чиновникам, в конце концов, например, привели в том, к тому, что мусорная реформа в этих регионах отложена. Да, мы сейчас об этом говорили на федеральном уровне. Да, из-за активности населения. Но смотрите, когда об этом говорит активная часть населения, когда мы видим это в интернете, когда некоторые смелые артисты про это поют и об этом говорят. При этом Слепаков снял прекрасный фильм «Домашний арест», который показывает вообще изнутри всю систему, как все происходит в российской власти. И Центральный канал его показал? Нет, не показал. «Домашний арест» никто не показал, он только в интернете. Нет, я думаю, что они его не покажут. Это совершенно не в интересах сегодняшней власти. Прекрасный снял юмористический фильм «Домашний арест». Всем рекомендую посмотреть, где на самом деле наши реалии жизни. Там все очень смешно, но когда ты это все смотришь, ты смеешься и понимаешь, как наша печальна жизнь. То с этой точки зрения, конечно, потихоньку, помаленьку мы начинаем потихоньку разбираться. И это уже затрагивает не только активную часть населения. Об этом говорят артисты, об этом говорят музыканты, об этом говорят какие-то другие люди. То это, в общем-то, набирает такую определенную большую волну, которая рано или поздно примет решение, что, слушайте, ну так жить нельзя. Потому что мы все прекрасно понимаем, что в ближайшее время то, что нам обещают и говорят, мы так жить не будем. Потому что к этому нет ни одной вещи, которую мы бы понимали, что мы будем хотя бы чуть-чуть каждый год прибавлять. Мы, к сожалению, пока по всем экономическим и социальным параметрам только убываем. Еще одна информация. Не знаю пока, как ее оценивать. Поэтому, да, кстати, напомню просто, что премьера первых двух серий «Домашнего ареста» и вообще всего «Домашнего ареста» состоялась на видеосервисе ТНТ «Премьер». Там можно закачать все 12 серий. Прекрасно. Да, да. Значит, вот какая вышла публикация на сайте наблюдатель.ру. Я процитирую. Она касается судьбы кировского губернатора Игоря Васильева. Как судьба всего тревожит всех. Судя по имеющейся информации, в этом году Игорь Васильев передаст все административные рычаги в руки Вятского премьер-министра, а сам сосредоточится на более приятных для предпенсионера делах, будет организовывать со своими советниками игры КВН, перерезать ленточки при открытии очередного ларька и проводить время на встречах в Москве и Санкт-Петербурге. Как утверждает близкий к губернатору чиновник, в ближайшее время Игорь Васильев проведет административную реформу, вот уже серьезная пошла история, которая избавит его от статуса председателя правительства Кировской области. Эту должность он торжественно вручит своему спонсору избирательной кампании Александру Чурину, первого зама, председателя правительства. Вот к этой публикации ты как относишься? Это можно как оценить? Ну, как это можно оценить? Это можно оценить как та история, которая повторяется на протяжении большого времени. Если мне поймать не изменит, что и Николай Иванович Шаклеин, и Никита Юрьевич Белых тоже такую реформу пытались произвести для того, чтобы на себя переложить только представительские функции. Значит, ну, по какой-то причине ни тогда, ни при Шаклеине, ни при Белых это не проходило. Значит, я, конечно, не очень сильно и уверен, что и в этот раз пройдет, потому что это требует очень больших согласований, в первую очередь. Это документальные, это юридические, плюс, начиная там с нашей прокуратуры и заканчивая там администрацией президента и полпредства, потому что это изменение устава Кировской области. Значит, это очень большой пакет документов, который, в общем-то, позволяет сегодня как бы полностью изменить структуру власти в Кировской области. Понятно, что это очень бы хотел, наверное, наш губернатор, значит, потому что все-таки представительские функции, которые ложатся на губернатора, они совершенно никак не связаны практически с хозяйственной деятельностью, которой, мне кажется, что не каждый губернатор хочет заниматься. Потому что это тяжело, это трудно, потому что проблем становится с каждым годом все больше, а решений все меньше. Значит, и понятно, что человек, который проработал очень долго в Совете Федерации, да, когда орган, который я до сих пор не понимаю, для чего существует, но является представительским, когда ты, в общем-то, в свободном полете вроде как бы и на работе, и в то же время ты вроде как бы постоянно в каком-то расслабоне. Значит, и тут бы очень тоже, наверное, хотелось бы как-то это все разделить, потому что, ну, три года еще, к сожалению, работать, это очень многовато, наверное. И тут бы нужна какая-то такая, допустим, как вам правильно сказать, другая часть этой истории для того, чтобы за все хозяйство, за всю работу и за все, что происходит, отвечал другой человек. Это представитель правительства. Значит, то в данном случае есть только одно «но». Мы все-таки выбирали себе губернатора Кировской области, люди хотели голосовать, а представители правительства, люди не хотели голосовать. И то, что сегодня там предлагается уже кандидатура, ну, не знаю, почему именно эта кандидатура, у нас есть еще и другие замы. Но мы не знаем, об этом пишут наблюдатели, исходя из своих источников. Это пишут наблюдатели, но в данном случае они взяли, видимо, по какой-то логике, во-первых, у них есть какая-то информация, во-вторых, это первый зам. Да, то вроде как бы все складывается. Значит, мне кажется, что... Почему не Курдюмов, например? Ну, да, я считаю, что Курдюмов очень работоспособный, как бы, и мы сегодня видели там отчет губернатора перед президентом, и все, что он рассказывал и хвастался, это все связано с блоком как раз Дмитрия Александровича Курдюмова. Да, то по другим-то направлениям я не знаю, мы вообще куда двигаемся. Допустим, я какие-то наблюдаю направления, которые связаны там, да, но они вообще как бы всеми забытые. Надо сказать, что наблюдатель под своим материалом разместил опрос, кого бы вы хотели видеть в качестве губернатора Кировской области. Так вот, 17% ответило, что Игорь Васильев, 18% что Александра Чурина, а на первом месте два ответа, кого-то другого, но не местного, кого-то другого, но варяга. Местного, наоборот, по-моему, там. Кого-то другого, но местного. Но местного, а кого-то другого, но варяга. Так что можно сказать, что второе и третье место все-таки разделяют именно Чурин и Васильев, а не Валенчук, не Крепостнов, не Быков. Слушай, ну, я тебе знаешь, как я скажу? Я не вижу социологии, потому что я знаю, что когда в городе Кирове собирался какой-то вопрос, а я не помню, о чем, на голосовании, и это касалось города, это было еще при главе городе Быкове, то всей администрации было поручено жать на кнопки в рабочее время для того, чтобы набрать какой-то нужный вопрос или какой-то снять. Поэтому тут очень сложно ориентироваться. Может быть, все-таки и неплохо, если, например, тот же Чурин станет представителем правительства с определенными полномочиями. Слушай, ну, мне тут вспоминается басня, да, с какой стороны вы не садитесь, но все равно не... На самом деле, по большому счету, я скажу, что никакого изменения для жителей Кировской области и для... ну, вот эта вся административная реформа, она никакого ни плюса, ни минуса не даст. По одной простой причине, что, в общем-то, это не меняет концепцию, это не меняет стратегию. Ну, вот они что-то там внутри себя что-то делают. Стратегию внутри области или стратегию в стране вообще? Ну, мы стратегию в стране не будем, как бы, трогать, потому что, в общем-то, она... В области. Да, потому что, на самом деле, то, что говорит тот губернатор, который оказался все-таки фейковым, он говорит о том, что основная проблема правительства Российской Федерации это полностью потеря взаимоотношений и связи с регионами. Да, то, в принципе, они брошены, регионы, и они никого не интересуют. И в данном случае это, на самом деле, наверное, очень большая проблема. То мы говорим о том, что каждый регион выживает так, как может. И каждый регион живет так, как работает у него власть. То есть нам административная реформа не поможет? Да, и я думаю, что она ни на что не повлияет. Помочь нам уже вообще практически ничего не может, Свет. Потому что это, в общем-то, тенденция всей страны. Но в данном случае вот эти местные какие-то там разборки, какие-то изменения, какие-то там комфортные создавания условий. Кто-то хочет быть представителем правительства, кто-то хочет как можно меньше находиться в городе Кирове, и Кировской области, и хочет больше находиться, отстаивать интересы Кировской области в Москве, как это модно говорить там, да, то, наверное, да. Но это не для нас история. Вот нам без разницы, кто завтра будет замгубернатором. Иванов, Петров или Сидоров? По большому счету. Мы же никак это не ощущаем. Дмитрий Русских, его особое мнение мы сегодня слушали. У микрофона работала Светлана Занько. Всем хорошего дня. Хорошего вечера. Особое мнение на 101FM